Стою на паркинге, а машина делает вот так. Последний влог закончился довольно тяжело. Вчера у меня был один из таких, наверное, худших, ну, по крайней мере, полдня я был в самом своем худшем состоянии. Настолько, что, ну, мне казалось, что уже почти все, я уже не справляюсь совсем, хотелось плакать. Не знаю, вот так вот я довел себя. Видимо, накопилось все это дело. Я по совету своего техника поехал на диагностику, чтобы понять, что с оборотами двигателя происходит, там на холостом ходу всякие приколы. Приехал, эта диагностика стоила прилично денег, и я не был уверен, что это вообще что-то классное, потому что это выглядело немножко, знаете, как-то колхозно и непонятно. Я вышел оттуда, оставил машину, понял, что я отдал еще денег, которых у меня уже нету, то есть я уже просто совсем на нуле. И, в общем, все это вместе, видимо, отсутствие денег и проблемы, которые, да, вот это все висит, плюс то, что нужно съезжать с квартиры уже. Ну, представьте, что я отдал в субботу, а в понедельник мне нужно уезжать. И, в общем, все это вместе меня очень сильно напрягло, и я опять понял, что я... Короче, какое-то бессилие напало на меня. И в этот же день, после того, как я сдал машину, уехал, она осталась там, потому что диагностика целый день, я вот в этом жутком состоянии вернулся домой, зашел в кафе, взял кофеек, и как бы там тоже, пока я там был такой, у меня, видимо, создалось впечатление, что у меня прям совсем все плохо. Я действительно так себя чувствовал максимально эмоционально на дне. Днем ребята из кафе «Байкс & Кофе», мои друзья вот в соседнем доме, да, им огромное спасибо за поддержку. Антону большой респект за то, что он вообще и с машиной мне помогал, и советами, и мыслями, и даже в гараж пустил, вы помните. В общем, они меня позвали на игру, последнюю игру «Авангарда», то есть в плей-офф на нашу арену шикарную, и мы поехали туда. И я вот в этом состоянии, знаете, когда уже никаких нет сил на переживание, то есть ты уже в минусе жутком. Как-то ребята меня так вытянули, плюс игра, она еще больше раскачала эмоции, мы ее, правда, проиграли. Спойлер, если что. Но, тем не менее, очень хорошие были эмоции. Дальше Антону спасибо огромное, он съездил со мной в этот сервис. Нужно было забрать вечером обязательно машину, потому что иначе они бы ее воскресенье, у них выходной, она бы осталась там. Антон поехал со мной, выслушал все, что мне там рассказали, и на самом деле потрясающий тоже мастер. Я был прям в шоке от детализации его ответов, насколько они сильно... Это была диагностика двигателей, всего, что с этим связано, да. Насколько сильно они вообще все продиагностировали, то есть он, наверное, минут только 20 читал все свои заметки, которые они там измеряли здесь, измеряли там. Просто потрясающие. Видите, мои вот эти мысли о том, что все плохо, и сейчас мне опять отдам денег, толку не будет, они на самом деле как-то испарились за счет, наверное, поддержки, за счет того, что я почувствовал, что это классные люди, на самом деле, работают. В общем, выяснилось, что нужно еще кое-что чинить. Там вообще много чего можно, естественно, чинить в этой машине, как всегда. Показали всякие больные моменты. Например, там стоит вентилятор охлаждения, радиатора. Это я до этого знал, что прошлый техник сказал. Вообще от Жигулей, который вроде работает, но, видимо, он такой уже старый, что иногда он как-то неадекватно ведет, он там неправильно топ на себя берет. Надо его, наверное, заменить на всякий случай, потому что сейчас еще холодно, а когда будет тепло, это может аукнуться. Но самое главное, если я правильно говорю, это лямбду нужно переделать, потому что она там старая, и в любой момент может сдохнуть в таком она состоянии, и это очень сильно может повлиять вообще на то, как едет машина. И из хороших новостей, которые я там услышал, это то, что у меня очень хорошее значение выдает двигатель. Значение у двигателя практически как у нового, то есть он просто очень хорошо выдает. Это меня как-то тоже успокоило. На самом деле меня все там успокоило. То есть я понимаю, что все не идеально, но то, что машина в целом молодец, вот что меня порадовало больше всего. И меня как-то подотпустило, мне стало легче, но единственное, что теперь есть нюансы, а именно мне нужно отдать машину на то, чтобы они сделали вот этот момент в среду. А сегодня, как вы понимаете, воскресенье, то есть у меня как бы завтра нужно съезжать с квартиры, и нужно три дня где-то еще быть, а то может и четыре, мы не знаем, успеют ли они за среду, хотя скорее всего успеют. Но тем не менее, все равно надо там потестировать хотя бы денек, чтобы не выехать с проблемами куда-то дальше. Вот такие вот нюансы. В общем, понятно примерно, что все очень сложно стало, но в целом варианты есть. Я думаю, приютить меня приютят. Если что, если повезет, то хозяин этой квартиры мне даст несколько дней здесь еще побыть. Это будет тогда совсем просто и легко. А сегодня у меня большой план просто пока сложить все вещи. Идеально, чтобы их уже можно было условно унести в машину, чтобы ничего не осталось лишнего. Я попробую сделать максимальный этот сбор всего в одной точке, выкинуть все, что осталось. Я уже тут перевесил свой телевизор на старый, который был здесь. Свой уже потихоньку упаковываю тоже. Под конец прошлого влога вы видели, насколько мне плохо. На следующий день было, как я уже говорю, еще хуже. А сейчас становится легче. Еще из того, что я смешного сделал, сейчас я вам покажу. Я еще сделал вот такие штуки. Это вообще тонировка, которую я покупал для оптотрека. я из нее вырезал благодаря своего плоттеру вот такие, видите, надписи кислотные. Они, на самом деле, когда клеишь на белые, они довольно ярко светятся. Это из мультика Миядзаки. А это, ну, вы сами понимаете, мой логотип. Я буду пробовать это клеить, не уверен, что это имеет сильно значение с моей машиной. Вот, попробую еще найти заднюю фару, которая у меня очень стрёмная, с дыркой там, поэтому хочется ее тоже пофиксить. Оставшиеся дни проведу с тем, чтобы навести порядок как в доме, так и в машине. Там тоже приехал коврик с Азона, надо его туда постелить. К сожалению, в Омске испортилась погода, и у меня нет возможности. У меня приехали там всякие антикоррозийные штуки, которыми нужно было обработать там кусочки машины, особенно в багажнике. Но это тоже не горит, но было бы прикольно сделать. Но погода, падает снег, очень противно, и хотелось бы, чтобы светило солнце, более сухое, тогда бы я мог обработать, и она бы успела подсохнуть. Я понимаю, что самое большое, чем мне не хватает, это поддержки. Похожим, я в одного, ну мне, короче, тяжко в одного с этим справляться, и, конечно, хочется, чтобы рядом был кто-то тоже сильный, и, ну, лучше разбирался в этих моментах, которые, в которых я вообще ничего не понимаю. Кстати, еще этот, в сервисе мне сказали, что после диагностики, что вообще машина может ездить на 95-ом бензине, похоже, ей это будет даже лучше, что меня очень сильно удивило, вот так, что буду пробовать ездить на более крутом бензине, потому что до этого ездил на 92-ом. В общем, я все еще не автомобилист, ничего в этом не понимаю, но потихонечку навожу какую-то красоту, все больше и больше верю в машинку, и это не может не радовать. Хочу сказать огромное спасибо моим бустерам, потому что я там получаю очень много поддержки, они увидели меня, наверное, в самом моем плохом состоянии, я им как-то отправлял свои истории, потому что очень нужна была поддержка в тот момент, и я очень рад, что у меня есть такие ребята, я их безумно люблю, потому что это все, знаете, просто какие-то человеческие отношения, человеческое доверие, поддержку, переживания друг за другом. Мне кажется, это чертовски важно, даже слезы на глаза наворачиваются. Вот ковер, который, помните, в прошлый раз нашел на помойке, а вот коврик я заказал, то, что называется Эва, вроде суда. Здесь у меня еще есть вот такое покрытие, типа войлока, которым я хочу потом обтянуть вот ту часть, потому что, видите, здесь нету обшивки, но в целом ковер лег очень даже хорошо, несмотря на то, что у меня там такая рейка, к которой когда-то газовый баллон был прикручен, потому что на тачке стоял газ, слава богу, больше он тут не стоит. Вот, так что, смотрите, багажник уже очень даже неплохо выглядит. Вот в надежде я еще хочу найти вот эту фару, потому что, мне кажется, ее восстанавливай, не восстанавливай, она просто ужасна, и я попробую ее заменить, потому что, благо, это недалеко, ой, недорого, и у меня есть вот эта еще планочка сюда, я ее сюда поставлю, но вот в эту она не влезает, потому что здесь сломано крепление в одном месте, ну вот, так что уже лучше, уже лучше. Я приехал за фарой, сейчас посмотрим, получится ли ее найти. Красота, тут у нас зашел в дом к человеку, который фару вынесет, у него такая же машинка. Класс. Заменю, смотрите, как раз просто наверхонько, надеюсь, все работает, хотя, что там работать, в общем-то, поставлю, сейчас не буду ставить, поеду до дома и там поставлю, но улов хороший, машина станет лучше в разы выглядеть. Осталось там плашку железную еще пошкурить и покрасить. Вот, сейчас я посмотрю, может, заеду куда-нибудь шкурку купить, разберусь с этим. Экстремальные съемки, но еду со скоростью никакой, не нажимая на газ, так что просто вам показываю, каково это. Вот, такие райончики в Омске их довольно много, такой частный сектор, прямо, как моя дача, примерно, такого же рода райончики. Вот так вот, еду дальше. Что, вернулся домой, уже зашкурил вот эту деталь, это под фарой штучка, зашкурил ее и обработал немножко штукой антиржавчины, не знаю, у меня нету грунта, но как бы вроде как та штука преобразует ржавчину в грунт, может быть, это просто грунт своего рода, не знаю, короче, как пойдет, сейчас подсохнет, в принципе, я просто оболью ее белым баллончиком, я сейчас не претендую на какого-то мастера покраски, поэтому и пофиг, просто эмалью обработаю, и можно будет ставить на машину, по крайней мере, не будет дырки. Так, ну что, друзья, я придумал себе еще одно занятие, купил сегодня шкурки, лак, поэтому я взял два габарита, один получше, который я уже пытался сделать, и второй похуже, стрещенный и мутный, и буду сейчас их восстанавливать. Время вечер, поэтому, вернее, уже почти ночь, у меня важная литература по очень важным моментам, я буду пытаться сейчас, во-первых, заделаю дырки эти, просто вот этой вот фиговины, и, что самое важное, буду потом шкурить, вот, и, возможно, завтра уже покрою лаком, и посмотрим, что выйдет. Было бы здорово, конечно, чтобы еще полироль была, но у меня ничего такого нету. Мне кажется, даже наждачками можно неплохо сделать. Я купил три вида наждачек, поэтому буду их восстанавливать. Посмотрим, к чему это приведет. Самое дурацкое на этих фарах, поворотниках и габаритах, это вот эта пластина, которая передает питание с одной лампочки на другую, то есть, одно из них габарит, другое из них поворотник, и вот эти пластины уже в очень плохом состоянии, они окислились, поэтому иногда бывает неидеально срабатывают. Перед тем, как пошкурить, да, я решил заделать эти дырки пистолетом, и уже неплохо выглядит. Прошел со всем, чем есть, но на самом деле сложность в том, что вот это, мне кажется, будет нормальный, а вот это, как и была, не очень, так и осталось не очень. Она ведь совсем мутная, но я, заметьте, заделал дырку, может, выглядит не очень, но выглядит лучше, чем с дыркой сквозной, если вы помните, там была большущая дырка. Наступил следующий день, и пытаюсь отполировать теперь эти фары, но, как мне кажется, вот это просто зеленое, с ней уже ничего не сделать, весь пластик умер. А вот и как выглядят они после. Не знаю, будет ли заметно. Вот это совсем неплохо смотрится, а вот это, к сожалению, все так же осталось мутной, но что имеем. Зато нету дырки, все покрыто лаком, уже не так плохо. Заменю потом как-нибудь, но сейчас надо поставить их на машину, чтобы в машине перестали быть дырки. Новое приключение, менял габариты, в итоге заклинило поворотники, и мне сейчас нужно как-то вот в этом мясе разобраться и найти реле поворотников и аварийки, потому что не работают поворотники теперь. Я открыл панель, такую, видите, она немножко пыльная, немножко, с самой малости. Вот теперь вот туда мне нужно забраться, просто жесть куда. Я не знаю, как я способен это сделать, но попробуем. Продолжаю свой путь, поиск этот частей. Цените эту красоту, просто прекрасно. Весна, весна в Омске. Иду, наслаждаюсь, наслаждаюсь красотой. Я говорю для тех, кто не живет в Москве, может быть, даже в Питере, такие картины не вызывают никаких эмоций. Но у меня вызывают, потому что я живу в районе, где настолько плохо не бывало еще. Но это не мой район, слава богу. Ну, еще я до дома заеду. Мы сейчас номерами мы еще не получаем, а потом проеху. Ребятки. Ребятки. Так. Я не помню, какое... Блин. Я знаю место, я чувствую его, но... Я чувствую место, чтобы ты понимал. Но я не понимаю, какой там... А, вот. Где-то тут. Звук был странный, но вставилась. Ну, давай проверим. А, здесь вообще две пластиковые заглушки. Видишь, смотри, она... Ну, тут и геометрия, видимо, поменьше пострадала. Бум. Ответ. Ответ. Ну, что, ребят, главная радость. У нас вернулись поворотники, и у нас вернулась аварийка. Я все еще не вкручиваю. Вот в этих штуках тоже у нас поворотники есть, вот эти, да, я их не включаю, пока на всякий случай, пускай посмотрят электрики. Вот эти у нас работают, и слава богу. В принципе, уже, мне кажется, можно и забить, казалось бы. Но, я даже берусь. В общем, ну, что? тут у меня деталь моя очень плохо покрашена, но, что делать? С утра я еще один раз обрызгал, пускай сохнет, я думаю, что я уже ее не буду трогать до вечера, надеюсь, она еще чуть подсохнет, и я ее поставлю на машинку, да и все. Баллончик заберу, красить уже не буду, пригодится потом. Вот такой вот вид у нас тут время носить вещи. Ну, что? Вот так вот уже почти полностью все забито. Это, конечно, прям тяжко, и это еще далеко не все, ну, ладно, по крайней мере, основа влезла, и действительно, как я и думал, там, монитор надо будет отправить, потому что он может влезть в салон, конечно, но, мне кажется, лучше будет его отправить, чтобы не было в салоне так много всего. Еще у меня, видите, не влезло ничего из жидкости, но положу сзади, небольшая беда. Сейчас я буду как в телепередаче с микрофоном. Здравствуйте, друзья, сегодня последний день в этой чудесной квартире, в которой мы вместе с вами провели столько стримов уже. Тот замечательный стол, буханный стол, да, за которым столько было выпуска «Футро» с Глебом. Первый выпуск был вот как раз вот так вот сидел, разговаривал, коферек, эти родные стены. Потом было что? Было еще на балконе стримов, вы тоже помните, сейчас этот балкон, конечно, нет цвета у нас, но в общем, было и такое, когда я пытался из этого балкона сделать студию, но быстренько как-то перегорел с этим, потому что стало холодно. Ну и спальня, в которой утро с Глебом последнее время проходит, найдет с санглой. У нас, знаешь, пока все долго на тропарнала. И вот, значит, спальня с этим прекрасным видом на реку, чудесная, светлая, лучшая вообще комната на свете, обожаю ее. Так что все, все вещи, кроме там двух сумок, засунуты уже в тачку, в тачке не осталось уже почти совсем места, так что я выметаюсь на свое. Сегодняшнюю ночь, так как я съехал уже с квартиры, я провожу у ребят в кафе, вот, и им за это огромное спасибо. Посмотрели с ними киношку, поужинали, и вот, я сейчас ложусь спать на надувном диване. Так что завтра проснусь в кафе, это очень забавно. Ну и надо будет, машина сейчас с вещами, надо будет везти машину на сервис с утреца, так что попью кофейка, раскачаюсь и поеду делать важные вещи с машиной. Надеюсь, что это все к лучшему приведет, 100% приведет, к лучшему, тут без вариантов. Не все успел, наверное, что хотел за сегодня сделать, но самое главное, что я смог нормально из квартиры выехать, все вещи, почти все вещи влезли в машину, как я и предполагал, как-то у меня смекалка сработала, что мониторы и одну сумку с вещами нужно отправить с деком, и я успел отправить, сдать квартиру, и поэтому все хорошо, в машину влезло, немножко там сумбурно у меня в салоне, сзади там коробки под потолок, надо как будто бы получше там все сложить, займусь этим уже после того, как починю машину до конца завтра. Такой денек сегодня было, ну прям очень непросто, у меня же болит спина, потому что таскать это все в тачку, ну реально такая тема непростая, я еще поздно додумался машину поставить максимально близко к двери и подъезда, я рад, что этот этап тоже завершился, хоть и мне, конечно, очень грустно прощаться с этой квартирой, но впереди ждет что-нибудь новое, интересное, не надо этого бояться, держу вас в курсе, спокойной ночи. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok